Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 апреля, сегодня я хочу рассказать о перце оранжевый гном. Неоднократные просьбы звучат, как я его сохранила, как сохранить перец вот такой декоративный, красивый в течение нескольких лет. Я вам сейчас отвечу, как сохранить перец. Много лет. Если честно, я не знаю, я просто занесла его домой, оставила на подоконнике, все, он у меня простоял. Вот это видите, ну видно, что много там этих оранжевых стручков, это прошлогодний урожай, он засок. Я его заносила только с целью, чтобы дозрели семена, чтобы мне собрать семена. Все. И смотрите, у него, сейчас покажу, у него ствол стал такой, вот прям как настоящее деревце, как будто он саженец. И я прочитала, что у себя на родине вот такие острые перцы, они растут, ну как считаются многолетними, ну как многолетнее маленькое деревце, наверное. И вот, скорее всего, условия у меня ему подошли, он перезимовал, я ничего не делала. Некоторые спрашивают, обрезала ли я его, что-то делала. Ну вот видите, он весь прям с плодами, весь сохранился. Были две тут сухих веточки, я их отщепнула. Ну что самое интересное, он почувствовал весну самый первый. Он самый первый зашевелился, начали вот эти быстро у него нарастать новые веточки, цвести. И вы видите, какой у нас парадокс создался. Вот эти новые плоды, которые он уже сформировал, он уже отцвел, сформировал плоды. Вот эти новые плоды соседствуют с прошлогодними. И это так интересно получается, что где-то новый перчик, урожай этого года. Где-то еще торчит старый, который я не стала отщипывать. Такое впечатление, что это уже поспели нового урожая перца, это нет. И вот он цветет очень обильно на каждом продолжении вот этой веточки прошлогодней. Тут цветы и цветов много. Вот здесь я посчитала на одном прям 8-9. Короче, он опять будет весь в этих оранжевых перчинах. Так что, скорее всего, для того, чтобы сохранить вот такой декоративный перчик, вот это именно оранжевый гном, наверное, не нужно никаких-то особенных условий. Я его просто поставила и, конечно, поливать я его забывала. То есть я выполнила те условия, которые нужны этим растениям. Зимой нужен полив редкий, умеренный. Если бы я его поливала часто и ухаживала, как с таким сорвением, возможно, он у меня не пережил бы зиму. Теперь вот это у меня перец второгодник. Я даже не буду его никуда... А, еще напомню, что я не удобряла его в прошлом году за лето ни разу. И в этом году весной тоже не удобряла. Никаких дополнительных ему условий я не создавала. Сейчас я просто вот, вероятно, ну как тут была земля с перегноем. Он же питается, убавилось количество грунта. Я добавлю такой же земли с перегноем, и он дальше у меня будет расти и цвести. Вот одна девушка очень интересовалась, как сохранить, чтобы не сеять каждый год. Ну, скорее всего, просто поставить на окно и все. До свидания. Это наш оранжевый год.